Вот дорогие братья и сестры косыночки, которые дошили. Десять косыночек, десяти девочкам, вот на голову для воскресной школы. Будет очень нарядно, это уже на Рождество. В храме после Божевственной Литургии детки будут возле вертепу, который мы обстановим. Здесь будут коледовать. И на Николая Чудотворца они надевают тот же костюм, но покрытие на голову мы им пошили три головных убора. Ходника любит вся земля. И еще я очень благодарна этому святому покровителю, что он мне помог. У меня вышла новая песня «Святителю Николаю Чудотворцу». И это особенная у меня песня, потому что так мне помог святитель Николай, что эта песня, она так на сердце легла. И слова, и текст, и музыка. И вы ее все можете услышать, которая называется «Моя песня». Можете набрать в Ютубе песню «Святителю Николаю Чудотворцу». Матушка Валентина Корниенко. Послушайте, вот именно к этому празднику я готова, чтобы прославить святителя Николая Чудотворца свои песни. И вот этот угодник Божий, которого я тоже очень люблю, который очень сильно тоже мне помогает в жизни. Готовимся к празднику святителя Николая Чудотворца. Сегодня у меня до ночи здесь работа. Нужно все украсить. Купилась под небо храмом. И вот с такого материала завтра будут накидки красивые, с белыми крестами, желтые. Это мы покупали в епархии и брали. Вот такой материал будет. Вот, смотрите, какой красивый, золотистый. Это будет завтра на все аналоги. Сегодня в Великой Мученице Варвары, это вот было все красное. Сейчас красное все убираю. И готовлю все к завтрашнему празднику. Вот, красоту такую делают на подсвечники. Вот сначала идет толстая ленточка, а потом, чтобы делать вот такую красоту, мы будем вязать вот такие бантики красивые. И если мы уже трудимся на приходе, мы уже делаем все до конца. Нам все равно, на каком приходе мы трудимся. Все мы народ Божий. Или это Украина, или это Россия, или это Белоруссия. Все мы дети Божьи. Вот так. Все мы дети Божьи. Нам все равно, в каком храме трудимся. Но если мы в этом храме трудимся, мы уже этот храм будем делать до конца. Мы так привыкли, что мы уже его делаем до конца. Чтобы если это праздник, то это уже был праздник, чтобы каждый человек с этой суеты мирской, с этого мира, смотрите, как сейчас в том мире творится, и что пришел в храм и сказал, как красиво, как мне здесь хорошо, как уютно. Вот мы так привыкли делать. Завтра Батюшка будет еще веночек делать. Цветы заказали, живые цветы. Вот Николаю Водину, чудотворцу. Если уже делать храм, то уже делать его нужно, чтобы было все красиво. Знаете, вот я вспоминаю, как мы трудились и с Батюшкой на первом нашем приходе в Кухитве. Когда приезжал Владыка к нам, когда Владыка приезжал, приходили прихожали и говорят, а то что такое елки? А дай он и взял лысину. Друзья, что роды было? Дорогие братья и сестры, нас с Батюшкой за одну ночь вырастали елки. Вот такие елочки. А там, понимаете, камень был, потому что там была вообще дорога раньше. А там потом мы сделали розарию красивую. Там же не было травы, мы даже нерву садили. Оттуда пересаживали, а сюда засаживали, трогували. И цветы садили. Там ничего не было. Мы за ночь айстеры такие повыкопываем, посадим. Тут людей набросил и садили. Так что лишь бы было пожелание. Конечно, сейчас Божью помощь и вот этот храм прикрашаем. Очень радуемся. Какой массы чистый, красивый юный храм. С наступающим у вас праздником и с праздником святителя Николая. Здоровья вам, добра, и Божьей благодати, и Божьей милости. Пускай Господь вас покрывает, чтобы вы никто не болели. Пускай вам всегда будет хорошо на душе, и чтобы все у вас было хорошо дома. Хранила всем праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok